И добро пожаловать, ребят, на заключительный этап Формулы 1 на Грам-при Абудаби. Что же, последняя гонка этого сезона, который для нас был очень насыщенным. Поначалу у нас ничего не получалось, точнее мы спокойно заезжали в топ-10 и в Монако одержали уже свою первую победу. Но уже начиная со середины сезона мы начали одерживать свои первые победы и подиумы, и также стоит отметить еще тот самый прорыв в Германии, в Хокингхайме, где мы с 20-го места смогли финишировать аж на первом месте. Что же касается Абудаби. Ну, Кульфкаса складывалась в принципе неплохо, удалось выйти в третий сегмент на Мидиуме. Я заранее, конечно же, ехал еще на софте, смотря по времени, что все-таки окей, все проезжают и я еще остаюсь в топ-10. На Мидиуме я хотел перейти в третий сегмент, поскольку я хотел стартовать на Мидиуме и пролететь тем самым один пит-стоп гарантированно и спокойно доехать гонку на своем первом месте. В третьем сегменте на первой попытке мне помешал Ботос в начале третьего сектора, из-за чего круг получился слегка медленным, чем он мог быть, но все равно в принципе не плохим. Но я понимал то, что можно сделать еще лучше круг и поэтому уже со второй попытки я смог собрать тот самый идеальный круг. Первый сектор у меня фиолетовый, я привожу почти полсекунды, но конечно же теряю в последнем повороте и поэтому привожу только 4 десятых, но этого мне хватает для того, чтобы стартовать с полпозишна. Но теперь у нас была самая главная проблема, а именно проблема в резине. Все-таки все мои оппоненты прошли в третий сегмент на софте и из-за того, что у них будет преимущество в начале гонки, из-за которого мне придется очень несладко первые несколько кругов. Но самое главное было дотянуть до пидстопа, сделать его и уже катиться до финиша на своей новой резине и также получить свое второе место в личном зачете. Ведь с Леклером мы до сих пор боремся за второе место и Леклеру, чтобы выйти на второе место в личном зачете, надо отыграть очень много очков, а именно 19, то есть ему надо финишировать первым. И при том, чтобы я приехал ниже, ниже шестого места, что для меня по сути слишком сложная такая задача, где я не могу как бы проиграть, потому что на нашем болиде сложно прийти очень и очень низко. Ладно, перейдем к стартовой решетке. Первое место за мной, второе за Шарлем Леклером, третий Макс Верстапиан, четвертый Чека Перес, пятый Себастьян Феттель, шестой Вальд Риботтл, семьой Нико Кюкнберг, восьмой Александр Албан, девятый Лэн Стролл и десятый Даниэль Ликьярдо. Льюис он взял штрафы, для Льюиса как-то вообще так плохо складывался, он не мог найти темпы и по итогу даже в третьем сегменте он по сути отвалился в конце первой десятки. Но может быть в гонке он сможет его найти. И мое удивление было, когда я увидел то, что у меня все равно будет стратегия в два пидстопа, но после этого я сказал, нихрена, у меня будет стратегия в один пидстоп. Да, это будет сложно, но я попытаюсь доехать до финиша, поскольку я не хочу делать два пидстопа, у нас конечно есть темп на два пидстопа, но все-таки хотелось гарантировать себе первое место за счет стратегии. Поэтому делаем себе такую стратегию, да конечно пишет по износу то, что у нас все будет печально, но мы постараемся уложиться именно в данные отрезки и соответственно не износить прям резину до конца. Ну и потихоньку переходим к старту. Газ на красные огни, я просто молниеносно срываюсь с места и отправляюсь к первому повороту. Сам был удивлен конечно, просто на самом деле мне повезло то, что так совпало, что когда я отпустил вцепление, погасли и красные огни. За счет этого я по сути не потерял никакой позиции перед первым поворотом. Мои оппоненты также потихоньку начинали бороться, Шарль пытался и ко мне еще подъехать, но все-таки подъехать он ко мне еще и успеет. Позади нас начиналась борьба за седьмое место между Албаном и Ирино, ну и Ирино соответственно выиграл этот бой, но потихоньку Албан начинал возвращать свою позицию. Также позади Албана еще шла борьба у Феттеля и болида Хаса, но все-таки Хас пытался и пытался как-то сопротивляться, но по итогу проиграл эту борьбу на прямой. Собственно Леклер меня тут же на первом же кругу пытался атаковать и у него это не совсем вышло, он смог со мной поравняться и уже на второй прямой я ждал то, что он сможет меня обогнать. Но чуть лучше у меня оказался выход и за счет этого я смог удержать свою первую позицию, конечно же он пытался меня атаковать в конце прямой за счет Слипстрима, но ему все равно этого не хватило. Ну и я понимал то, что Леклер будет так на меня давить примерно 3-4 круга, поэтому надо держаться, стараться, ну окей пропустить его вперед, но чтобы он не прямо отъехал от меня очень далеко, хотя на своем софте он это может в принципе спокойно провернуть. На втором кругу Леклер уже начинает свою атаку на первой прямой, смог со мной поравняться и уже поравнявшись он меня все-таки смог обойти на выходе из шиканы и я потерял по сути свою первую позицию. Конечно же я пытался ее отбить, позади меня также еще и Ферстаппин пытался атаковать и у него это потихоньку выходило, он потихоньку начинал равняться со мной. На торможении я пытался обойти Леклер, он еще и заблокировал передние колеса, я также заблокировал и еще врезался в него. Что привело к повреждению переднего антикрыла, о чем мне не сообщил мой инженер, я только позже немного это понял, поскольку понимал то, что в левых поворотах как-то машина имеет андерстир и я теряю очень слишком много скорости в них. Из-за чего я начал вставать от передней группы, позади меня ботас начинал очень быстро догонять в поворотах и я понимал то, что похоже мне надо будет сделать ранний питстоп и стратегия у нас будет все равно в два питстопа. Но вопрос когда сделать этот питстоп, сделать сейчас, либо чуть позже, когда шины еще уже начнут уходить. И пока что я могу бороться, поэтому решаю ладно, на четвертом кругу я может быть сделаю питстоп. И в принципе решаю его сделать, поскольку понимал то, что ну уже достаточно сильно начинаю проигрывать. Перес меня обходит также на прямой, я пытался конечно контратаковать на следующей прямой, но к сожалению Перес оторвался так неплохо, плюс у него был намного лучше выход. По отношению ко мне, все-таки у него софт, а у меня медиум. Ну и да, по итогу стратегия моя не работает, поэтому надо было думать, как я буду доезжать в гонку до конца. Ведь на харде после четвертого круга я не смогу доехать в гонку в принципе. Но тут мне игра подкидывает достаточно интересный момент. Неплохо заезжаю на питстоп, прям идеально я бы сказал, то есть уложился в нужное расстояние, сбросил скорость. И я принудительно поставил, чтобы мне поменяли переднее антикрыло, чтобы я не терял много времени. Но мне механики говорят, айди-ка ты в жопу, мы не будем тебе менять переднее антикрыло. Я даже ради этого решил завязать флешбек, чтобы ну вдруг может баг. Может быть я забыл поставить все-таки на принудительную замену переднего антикрыла. Но все-таки я не забыл это сделать. Я думал, что что за фигня, как так могло быть в принципе. То есть из-за этого я могу еще сильнее начать терять, поскольку у меня будет хард и еще сломанное переднее антикрыло. Что было просто комбо и я понимал то, что данный питстоп это был просто полный прогресс. Лучше бы я ехал дальше на своем медиуме, страдал. Поскольку теперь у меня будет лишний питстоп, сломанное переднее антикрыло и да. Теперь как бы мои шансы потихоньку-потихоньку таяли на втором месте в личном зачете. А у Литлера наоборот они увеличивались. В какое-то время я начинал потихоньку уже борьбу в конце пилотона. С теми, кто уже сделал свой питстоп и едут опять же на новом софте. И с ними у меня тягаться уже было очень-очень сложно. Поскольку на выходе здесь по воротам не было большое преимущество по отношению ко мне. И я всячески пытался отъехать от того же Хюлькенберга, но никак в принципе этого не мог. Хотя казалось бы Рено, которое проигрывает нам по характеристикам, по аэродинамике. Но все равно оно может за нами ехать и преследовать нас за счет того, что разница в комплектах очень-очень велика. К 11-му кругу у меня уже сильно достаточно заселся хард, уже 20%, при том, что я проехал всего-то 7 кругов. И это хард. И все печально. То есть изначально я пытался, конечно, выиграть на том, чтобы сделать один питстоп и пытаться как-то дотянуть. Но все-таки понимал то, что нет. Надо будет думать, на чем я доеду до конца и когда я буду делать, собственно, этот питстоп. В какое-то время я проходит Магнуссен. Опять же, софт, что я тут могу поделать? Да ничего. На прямой я не особо могу с ними соревноваться, поскольку после прямой у нас повороты, в которых они достаточно быстрые за счет, опять же, того же софта. Меня пытался атаковать еще и Албан, но атака у него не завершилась. Не смог он меня пройти в начале третьего сектора. Но, в принципе, он не терял надежды. Он пытался меня обойти. В двойном правом повороте он смог со мной поравняться. И на торможение пытался обойти, что у него получилось. Но я заблокировал третье колесо. Из-за этого чуть дальше вылетел, так же, как и он. И по итогу у нас борьба снова с ним продолжилась. Теперь он ехал до старт-финишной прямой, где, к сожалению, он уже все-таки смог меня обойти. Но выстраиваться рано. Окей, надо еще попытаться доехать до конца. Может быть, мы сможем отыграться. Может быть, будет в ритуальном, может быть, безопасно. И, может быть, выйдет еще во второй раз в этом сезоне машина безопасности. Которую я видел первый и последний раз во Франции в этом сезоне. И я надеюсь, что может быть кодмастерс пофиксили. Что появляется хотя бы машина безопасности у нас в гонках. А то где-то я все-таки слышал то, что она появляется в зависимости от сложности. И что, скорее всего, на нашей сложности она очень будет редко появляться. Ладно, у нас потом Льюис начинает меня уже атаковать. Но у него был Мидиум. С теми, кто был на Мидиуме, я еще, в принципе, мог бороться. Но, опять же, было достаточно тяжело. Поскольку мой хард уже был достаточно изношен по отношению к Мидиуму Льюису. И поэтому он мог спокойно в поворотах, опять же, от меня уезжать. Ну и, окей, мы начинаем с ним борьбу за аж девятую позицию с Льюисом. И потихоньку у нас борьба постепенно разгоралась. К этой борьбе еще пришелся Гасли. На пятнадцатом кругу у нас в шикане мы втроем входим в эту шикану. Гасли остался у нас позади. Льюис вышел чуть вперед, но у меня был ДРС. Поэтому я смог вернуть свою позицию. Ну и Льюис отыграл позицию по отношению к Гасли. И уже потихоньку начинал готовить себя к второму пистопу. Я выбрал все-таки резину Мидиум. Не решился я доезжать прям до конца, чтобы поставить софт и пытаться как-то отыгрывать. Поэтому остановимся пока на Мидиуме. Очередная атака от Льюиса. Уже потихоньку его Мидиум начинает задавать свои позиции. Но все-таки он еще быстрее меня на поворотах. Но я стараюсь держаться. Ну и рассчитываю на то, что после пистопа я начну отыгрывать достаточно много времени. И смогу прорваться на шестую позицию. Хотя на самом деле шансы были очень-очень маленькие. Если только не сойдут кто-то из предидущих. И если вообще сойдет Шарль, было бы просто замечательно. Но, блин, мы сделали достаточно изоустойчивым болид. Поэтому у Шарля особых проблем не было. На конце 18-го круга я заезжаю на пистоп. Все-таки надо уже менять свой постарелый хард. И на этом пистопе произойдет то, от чего я просто у меня жопа сгорела и улетела на Марс. А именно я подъезжаю к механикам и... Все. Мои механики просто стоят и ждут. И из-за чего они ждали, вы увидите в конце. Я сам от этого даже охренел. Ну окей. Мы потеряли еще 7... Даже почти 8 секунд на пистопе. Мы скатились опять назад. И опять надо будет прорываться. Прорываться через тех, кто сделали свои пистопы. У тех, у кого там будет новый софт. Поскольку они там ехали первый или второй стинт на медиуме. Что составляло некие проблемы для меня. Но все-таки у меня был свежий медиум. И я пытался. Пытался прорваться через пилотон. Но в конечном итоге это оказалось просто невозможно. Я слишком был далеко от нужной мне позиции. И поэтому я боролся только во второй десятке поначалу. И уже до финиша у нас остается 6 с чем-то кругов. И я понимал просто все. Мое звание вице-чемпиона просто растворилось. И оно уже достается точно Леклеру. Поскольку он ехал в тот момент на первой позиции. У него был лучший круг. Я ничего с этим не мог поделать. Просто пистопы. Из-за которых просто вся гонка у меня пошла под откос. Точнее даже из-за переднего антикрыла. Из-за которого я все-таки заехал на свой первый пистоп. Который я хотел поменять. А мои доблестные механики мне сказали фигу. Ну последняя наверное гонка. Поэтому работали на Леклеру. Ну может быть в игре как-то это реализовано. Но все же это достаточно интересно. Почему мне не поменяли передний антикрыл. Хотя у меня стала принудительная смена переднего антикрыла. И по идее они должны были поменять. Поскольку повреждения все-таки были и они чувствовались. К 25 кругу я доезжаю до очковой зоны. Был Магнусом передо мной. Которого я без проблем обогнал. Даже в зачаженном правом повороте по внешней траектории. И впереди меня был только Льюис. На 9 позиции. До 8, 7 и 6 место было очень-очень далеко. Примерно 10 секунд. И я понимал все. 9 позиция это максимум. Что я могу извлечь из этой ситуации. На 26 кругу я обгоняю Льюиса в начале 3 сектора. И после этого все. Наша борьба в принципе заканчивается. Он меня пытался один раз атаковать. Неудачно у него это получилось. И 9 место у меня по итогу. Леклер выигрывает гонку. Почти от старта до финиша он смог пролидировать. Моя стратегия полностью провалилась. Из-за чертовых пидстопов. Ну и да. Второе место было упущено. Третье место в личном зачете по итогу. Хотя мы могли занять второе место. Если бы не Леклер. Который перешел к нам в Японии. Опять же. Обидно, досадно, печально. Но ладно будем работать в следующем сезоне. Конечно же уже с другой команды. Не с Торо Роса. Посмотрим как у Торо Роса будут дела. И кто займет мое место в этой команде. И также еще вам интересно будет какую же команду я перейду. Ну и все это вы узнаете в следующем ролике. По подиуму у нас Ферстапин приехал на втором месте. И Перес смог приехать на третьем месте. Это вроде уже третий подряд подиум для него. В принципе Рейсинг Пойнт неплохо в данный момент показывает себя. У них есть скорость. И они могут бороться за счет стратегии. И показывать очень и очень хорошие результаты. Посмотрим смогут ли они продолжить это и в следующем сезоне. Поскольку у нас меняется регламент к шасси. И смогут ли они адаптировать свои модификации. Ну и финальный результат. После которого у меня жопа горела. Неистово горела естественно. Поскольку ну одно неловкое движение. И гонка для меня полностью изменилась. Если бы не тот контакт в начале гонки. Скорее всего я смог бы финишировать как минимум в топ 5. Как максимум первое место я бы смог отобрать у Леклера. Конечно я думаю то что в конце мы бы с ним еще и закусились за это первое место. Собственно турнирная таблица. Как она выглядела. Кубок конструкторов мы к сожалению не успели догнать до Феррари. Но постепенно. Но теперь самое интересное. Штраф за превышение скорости на питлейне. 5 секунд. Это те самые 5 секунд. Из-за которых я стоял на втором питстопе. Я не знаю каким образом мне умудрились дать этот штраф. Да я конечно заехал достаточно быстро на питстоп. Но в момент дистанции 0 метров у меня было уже 79 километров. После чего мне даже игра не высвечила что я получил данный штраф. Ну и зашибись как бы просто этап в помойку грубо говоря. Один из худших этапов. Причем если посмотреть на все этапы после середины сезона. Это самый самый худший при прокачанной машине. Самый худший результат у меня был в Испании. Но там у нас была еще средняя машина. Мы не особо могли бороться и что-либо противопоставить. На этом ребят все. С вами был Вархаммер. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. И ждите второй сезон. Он будет скоро. Продолжение следует.